Причина ссоры. На первый взгляд, это обычная картинка с изображением бородатого мужчины, ничего примечательного. Однако в этой картинке скрыты силуэты трех женщин. В наше время такие изображения распространены в интернете. Сиди, упражняй мозг. Двух женщин нашел быстро, а вот третью не могу обнаружить уже больше часа. Начал сомневаться, а есть ли она вообще? В конце концов обратился к интернету за помощью. Нашел информацию, где якобы находится третья женщина, но к моему разочарованию даже с подсказкой не смог ее разглядеть. Вновь задумался, действительно ли она там есть? Может, ее нет, раз я ее не вижу. Эти размышления напомнили мне ситуацию из повседневной жизни, приводящую к частым и неприятным конфликтам между людьми. Допустим, Иван Иванович полагает, что Петр Петрович неправ и открыто высказывает ему свое недовольство. В ответ Петр Петрович пытается объяснить свою точку зрения, но Иван Иванович, убежденный в своей правоте, отказывается слушать, считая, что все и так понятно. В результате каждый остается при своем мнении и с обидой друг на друга. Спустя некоторое время Иван Иванович получает полную информацию о ситуации и начинает понимать, почему Петр Петрович поступил именно так, что он хотел донести. Иван Иванович теперь осознает, что нуждается в извинениях перед Петром Петровичем, но как это сделать? Как пересилить себя и признать свою ошибку? Часто нам не хватает мужества признать свою неправоту, и конфликт остается нерешенным, что в будущем может привести к разрыву отношений. Подобные ситуации встречаются в различных сферах жизни. Супруги не смогли понять друг друга, развелись. Партнеры по бизнесу уперлись в свои позиции, разрушили бизнес. Соседи не хотят идти навстречу друг другу, живут во вражде. Вывод – если мы чего-то не видим, это не значит, что этого нет. Нужно быть внимательнее и пытаться разглядеть ситуацию с разных сторон.